всем привет ребятки что новый рейс у нас 26 июня 22 год жара нереальная москве где-то 40 на солнце на 35 стеги машина подключается включается почту есть мокрый в этом залез большую там вообще не за этом городу на 8 вот груза у меня немного я груз во францию там одна коробка там и доска это поедет понятно потом европы там почты дальше и вот там где-то 9 мест наверно это в варшаву хотел ехать на маленькой так как надо еще мне в сербию сгонять в общем не скоперируемся одной машиной с юраном вот у него тоже груз есть тоже выйти же края куда и мне надо в принципе сейчас все перегрузим с маленькой и пойму одной машине ташнивые двумя машинами ехать не выгодно хотели сначала на моей маленькой ехать но у него груза получил чуть больше маленькую уже не помещается решили очень на его поехать так что буду снимать с пассажирского сидения сейчас пока еще водительского сейчас поеду перегружаться вот а так буду снимать пассажирского сиденья серии на будет несколько тоже ехать далеко там сербию поснимают вот купнем сама в сербии вообще 40 в тени так что погнали перегружаться здесь и поехали а а а а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, куба полтора, наверное. Все, поехали. Ну что, в воскресенье. МКАД более-менее свободный. На улице по-прежнему жара. Да, ребятушки, еще ролик немножко с запозданием выйдет, так как я ноутбук с собой не взял. Вот, получается, монтировать только буду, когда уже вернусь. А вернусь я дней через 10, где-то так, в среднем, получается. Вот, тогда смонтирую там несколько серий, наверное. И через там в течение пару-тройку дней все выложу. Просто тащить сейчас с собой ноутбук, тоже не камельфон. Так что решил поехать без ноутбука и уже помонтировать потом. Ну, буду в Инстаграм выкладывать, как обычно, конечно, с телефона. Вот, может, рилсы какие-нибудь, позаливаю, конечно, в Ютубчик. Посмотрим по дороге. В Москве опять делают дождь. Вот, когда жарко, так делают дождь. Если вам видно, поливалки едут и поливают вверх. Чтоб попрохладнее было. Блин, только машину помыл вчера. Вот, не очень хочется-то под них попасть. Так, ну что, заехали на Газпром. Он у Иран ходит там. Сейчас заправимся в соты километрах от Москвы, Можайск. Саша, эту же Рено. Вот, видишь, как Рено. Да, у него Рено. Рено-мастер. Так что вот так вот. Едем, едем. Ребята, заехали на мойку. Что у нас получается уже 11 вечера по Москве? Зоехали на моечку. Тут недорогая мойка. Она получается, правда, как в сторону Москвы. Ну, здесь есть поворот налево-направо. Где-то 333, наверное, километр получается. Что, 500 рублей получается? Кузов, коврики, 500 рублей. Есть еще воск. Ну, сегодня воск закончился. То получается 600 тогда. Ну, в принципе, недорого. Можно звонить им заранее. Узнавать, есть ли место. Так что все, сейчас моемся. Едем дальше. Наше путешествие. Так же, заезжать. Вот так она выглядит. Вроде неплохо. Юран здесь уже мыл. Я здесь еще и пока не мыл. Вот, вроде, говорит, неплохо моют. Заправка Е100 получается. Вот там еще мойка какая-то. Вот такая вот здесь еще. Вот она, трасса. Все, мы поехали дальше. Ребяточки, ну что, мы что-то решили. Время час ночи. Останавливается все-таки переночевать. Что ночью ехать? Заехали на нашу залужу в гостишку. В гостишку вся забита. Вот сейчас тормознулись все в одну. У Алексея вкусно. Вот, не знаем, не были здесь ни разу. Вот уже за Смоленском. Ну, Юран пошел узнать, что там да как. Вот, может быть, здесь переночуем. Просто ехать туда до Витебска недалеко остается. Но время и так час ночи. Сами понимаете, отдавать деньги, приехать туда в три ночи, отдавать деньги, чисто за три часа поспать, ну, как-то не очень хорошо. Отдать деньги хотя бы там за пять часов поспать, другое дело. А так тогда уж лучше ехать. Потому что до границы. Идет Юран. Сейчас скажет, что есть там, нет. Всем привет, ребятушки. Ну что, у нас сегодня 27 число. Восемь утра. Мы в этой гостинице у Алексея, называется, которую я показывал вам вчера ночью, переночевали. Жарко. В гостинице просто жарко. Тоже. Пенсионеров, понятно, что нет. Ну, в общем, по десятибалльной шкале поставим в этой гостинице пятерку. Почему? Ну, плюс. Это вот стоянка закрытая, как бы, охраняемая. Это плюс. Ну, кафешка внизу. Конечно, вчера только котлеты поели. Ну, в принципе, нормально. Потому что, скорее всего, кафе-то и нормально. Вот, минус. Это то, что кровати, где-то 180, ну, маленькие кровати очень. Душ, ну, в общем, никакой. Название только душ. В общем, он в разные стороны, когда одной струей брызжет, чем помыться, только не получается. Так что сейчас прогреваемся, машину остужаем кондиционером. Ну, и все, выдвигаемся дальше. Здесь недалеко у нас получается. Это же какой километр-то у нас? У Алексея. Вон Юран пошел. Ну, это, наверное, где-то... Сейчас скажу. Да, даже вот... Наверное, где-то 380-й. Нигде не написано. А я что-то даже не помню. Где-то там 380-й на 390-й на километр. А, вот, Дивасы кончились. Вот здесь, видите, Дивасы. Кончились как раз. Ну, не знаю, что в Дивасах это. Вот такие запчасти здесь. Получается, вот такая парковочка. Вот такая гостиница. Ну, сейчас километраж я допишу. Все, а мы поехали дальше. Дальше. Ну, что, ребяточки, мы на границе Белоруссии. На Роснефть заехали. До полна залились. Тут буквально, ну, километра 2, наверное, граница. На Роснефть заправились, знаете, по 51-60. И у них еще акция идет сейчас какая-то. Там, карты МИР заправляешься. Ну, по карте МИР оплату проводишь. 5% кэшбэк падает. Как бы так вот. Для информации. Ну, и так-то 51-60 дешево. Все, едем. Заходим в Белоруссию. С сторону Витебска, получается. Из Витебска. Остается ерунда. Заехали поесть. Кафешка. Кафешка мы, он так. Так же заезжайте. Это недалеко от Полоцка. А сколько тут получается? Километров 8 до Полоцка остается. 8 километров. Хозяин, хозяин компанейский. Да, да. Дядька. Баню сделает. Баня, банька. Банька у нее есть, да. В баньку заходили. Как-то. Ну, не сегодня. Сегодня на улице банька. Все, поехали дальше. В сторону Григоровщины. Ну, что, ребят, приехали бы в Григоровщину. Жесть, тут что из фур творится. На той заправке, где легковые регистрировались раньше. Я так понял, они перецепку устроили. Там перецепляются машины. Жара. Где-то 34 в тени. В общем, жарища. Сейчас на маленькой машинке сигнализация сработала. Сильный удар. На котором в Москве стоит. Попросили человека, подойди, посмотри. Он подошел. Говорит, да нет, все нормально. Никаких ударов нет. Походу тоже отжарил. Говорит, у нас тоже 32, говорит, в Москве. Я говорю, ну, у нас тоже 34. Все, сейчас регистрируемся. И, в принципе, едем на пост. Пост. Вот так вот тут. Фур немерено. Кандей у нас на полную фигачит. Но все равно жарко. Так что все, поехали дальше. Ну, вон там, получается, граница Григоровщина. Ну, здесь такая жесть такая сейчас. С перецепками, с этими всякими. Ну, смотрите. 20... Ой, 39 градусов. Так что было сейчас. Сейчас все покажет. 39 градусов, если видно. Офигеть. Просто жесть. Просто жесть. Все, мы выезжаем. На границу. Ну, что, ребятушки. Прошли границу мы. 5 часов проходили. Белорусы быстро прошли. Как более-менее нормально. Так мозга никак не ходили. А вот с латышами была проблема, короче. Начали опять мозг выносить они. По всяким разам. Проблемам. Так что латышей мы, да, часа 4 проходили, наверное. Ну, все, нормально. Уже идем. Вот, все, тут Краслава. Идем по Латгалии, да? Ну, да, да, да. По Латвии все нормально. В сторону Риги. Сейчас Краслава первый город. Потом там Довгопилс там и так далее. Вот. Время у нас уже... Примерно на 4 часа. Ну, да, где-то так, да. Ну, у нас получается, что, 5 часов сейчас вечера по Москве. Ну, и здесь 5 часов, если одинаковое время-то лето. К вечеру будем в Риге. Так что жара просто нереальная. Канди не справляется. Все мокрые. 42 там, да, Юр? 42, очень тяни. Сейчас на ходу уже из степи опускается. Ну, да. Да, стояли, пока должен покрыть. Все, и едем. Что там у нас? 40 километров осталось до Риги. Еще немножко, но в Риге. Мошек очень много, да, из степей. Помыли машину называется. Всем привет, ребятушки. Ну, что, сегодня 28-ое у нас. Вторник. Ох, переночевали в Бести, как обычно. Хорошая гостиница. Все, сейчас выдвигаемся. Вчера поздно приехали. А, пока туда-сюда заехали. Все, сейчас выдвигаемся в Вильнюс. В Вильнюсе там выгружаемся. Потом на Варшаву. Вот, с Варшавы на Будапешт. С Будапешта уже там. В Сербию. Ну, это уже там по своим делам. Так, Юран выезжает. Все, и поехали. От жары голова просто квадратная. Просто квадратная. Ладно, все, поехали. Так, ну что, у нас до Вильнюса осталось 100 километров. На улице так же жара. Мошек помыли хотя бы. Сейчас, вот, показатель. Вильнюс. Так, ну что, приехали в Вильнюс. Сейчас тут заедем в центр Вильнюса по делам. Потом на выгрузку поедем. Погода такая же здесь. Жара. Цены на солярку подорожали опять. Поднялись. Сколько здесь? 2 евро, 3 цента. 2,03. И в Латвии тоже. По 2,12 уже. Посмотрим, сколько в Польше будет стоить. Так, ну что, все выгрузили в Вильнюсе. Жара тут не прекращается. Все уедем на Варшаву. Сейчас там в Варшаве у нас грузик. Часиков в 10 будем. Вечером в Варшаве, не раньше. В Литве решили лисичек взять. Литовских. Вот такая целая банка. 8 евро. Ну, за 10, как будто, торговались за 8. Ну, сколько там, не знаю. Ну, полкило, наверное. Они же легкие. Литовские лисички. Будем сегодня жарить в Польше. У деда. Забронировала гостиницу ту же. Кемпинг. Где в прошлый раз был. Едем туда сейчас. Сколько нам осталось? 400 километров осталось. Вот, получается. Ну, тут недалеко, в общем, до Польши осталось. Жара. Пипец. Просто пипец. Прикупнуться бы. Жара такая. Тут какое-то озеро. Около Польши уже практически. Сейчас купнемся. Так, ну что, искупались. Едем дальше. Что-то у нас до Польши осталось. Километров, наверное, 20. Да и будет больше. Да, Ларшавы. До гостишки 343 километра. Даже хорошо стало, да, Бер? Хорошо, очень хорошо. Сполоснулись так вообще. Жара. Потому что нереальная 40 градусов. Вода и не слишком теплая, не слишком холодная. А, ну, только минус у Войнного озера, давай на по коленок. Ну, по поясу. Дошли практически до середины, она все по поясу, по поясу. Так, ну что, вышли мы на С-8. Остается там 96 километров до гостишки, до Варшавы. Время уже... О, что это там? Двадцать... Двадцать... Два сорок девять местная. Минус час от Москвы. Выгружаться будем завтра утром в Варшаве. Сегодня будем отдыхать. Ну что, ребятушки, не доехали мы до Варшавы. Где-то километров, наверное, 60. Может так. Тормозулись гостишки, в ней ни разу я не останавливался. Такая большая гостишка. На трассе находится на С-8. Так, позвонили мы в гостиницу, в ту, которую хотели в свою. Мы должны были приехать в 23.50. Нам ответили, что гостиница до 23.00, потом нас никто там не заселит, там они уходят. Пришлось нам оставиться здесь. Вот такая вот минералка. Я сначала подумал, пиво поставили. А это минералка, оказывается, в банках. Я сначала подумал, блин, нифига себе, пиво поставили. Такие вот две кроватки. Сейчас будет так. Вот у нас толкан. Все, большая. Могли бы уж и душ-тай побольше сделать, что такое ванна. Ну, гостиницу завтра с утра покажу. Такая там большая, в принципе, гостиница. Завтрак. Получается 7.30 завтрак. И стоит 290 злот. Вот. Как бы так. Так, все, мы будем отдыхать. Завтра будем выгружаться в Варшаву. Вид как раз на С-8. Ну, не видно ничего. Все, до завтра. Ребятушки, вот и утро. Время полвосьмого утра. Место полдета по Москве. Вот наш гостишка. Ну, нормально, гостишка. А тут, оказывается, зоопарк. Ламы это вроде, да? Вроде как, это ламы. Раз, два, три, четыре, что ли? Или пять. Вот так вот. Ну, поставим отелю 8 из 10. Плюс, это доступность. Вот она, С-8 идет на Белосток, которая на Варшаву. Трасса. Сама гостишка вроде нормальная. Ну, нет горячей воды. Причем, вот какая-то еле-еле такая, какая-то тепло-холодная течет. Вот, так что 8 баллов из 10. Ну, и зоопарк. О, все как-то вот душно с утра. А, завтрак хороший. Завтрак тоже хороший. И яиченька. Ну, омлет они делают обычно. Ну, да, колбаска, все есть. Вот еще парковка получается. Ну, большой отель, большой. Сейчас покажу вам его. Ну, и все, сейчас мы выезжаем, выгружаемся в Варшаве. Нам тут 57 километров. Ну, вот он, такой вот отель. Повторюсь, вот трассы С-8. Белосток-Варшава. Да он никак и не называется. Отель. Расторация. Вот так вот. Вот такой вот отель. Все, поехали мы выгружаться. Сейчас с вами как раз будем на выгрузке. И потом Будапешт. Вон там Юран масло проверяет. Все, выдвигаемся. Прошли. Вот остановились. Такой импровизированный обед у нас. Ну, вот практически все съели. Ну, все, кубасадюшка осталось. Сыр. Так что, поели. У нас сейчас тоже поживет. Такая вот парковка. Вот такая вот парковка. Все уже на ночь останавливаются. Словакия мы. Ой. Жара, Кадин справляется. Все. Делаем сейчас винетку словакскую. И дальше. Так, что нам осталось? 259 километров. До выгрузки нам осталось. Вот так вот здесь выглядит. Где делать винетку. В помещении вот написано. Винетка. Все, оплатил я автобус уже. Получается. Поедем мы на Фликсбусе. 30 евро на человека стоит. В 23.00 с Будапешта он выходит. И в 5.00 в Белграде завтра. Вот как бы так вот. С Кандеем там, с электричеством. Со всеми делами поедем. А тут вот туалет есть. Банкоматов не видать. Вот Братислава написано. Ну, это тут когда-то было таможня. Сейчас понятно, границы здесь нет. Просто проскакиваешь. Ну, винетку покупаешь и все. Так, ну что у нас Братислава. 200 километров остается на Будапешта. Грань. Турка. То. Грань. Продолжение следует...